Уже глубокой ночью, ближе к утру, стало известно о результатах длительной встречи дипломатов в Мюнхене, пытавшихся найти компромисс по разрешению сирийского кризиса. Участники, среди которых представители России, США и ООН, сумели достичь прогресса. Договорились немедленно наладить постоянную поставку гуманитарной помощи страдающим от войны жителям и уже через неделю добиться полного прекращения огня всеми сторонами конфликта. Это открывает путь к возобновлению межсирийских переговоров, старт которых был сорван в конце января. За встречей международной группы поддержки Сирии следил Иван Благой. Шел третий, четвертый, пятый час ожидания. К прессе никто не выходил. Лишь в полперва ночи международная группа поддержки Сирии наконец-то смогла согласовать текст итогового комьюнике. Спустя несколько минут Сергей Лавров, Джон Керри и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Демистура сообщили главную новость. В Мюнхене удалось договориться о возможных сроках прекращения военных действий в Сирии. Главная задача, чтобы перемирие состоялось по согласию правительства и оппозиции. Об этом прямо записано, что перемирие не может начаться немедленно. Оно начнется через неделю, если и правительство, и оппозиция необходимые меры проработают. Да, придется, наверное, оказывать влияние на сирийские стороны. И надеюсь, что такое влияние будет оказано всеми. Вопросами перемирия теперь займется специальная рабочая группа из военных и дипломатов под сопредседательством России и США. Ну а дальше должны, наконец, возобновиться переговоры в Женеве между сирийскими властями и представителями оппозиции. Впрочем, как считает Лавров, нынешний список приглашенных оппозиционеров далеко не полон. И действительно, на днях сообщалось, Анкара, по сути, заблокировала участие в переговорах лидера Курдской партии «Демократический союз». О Турции и ее роли в сирийском конфликте глава российского МИДа рассказал отдельно, когда речь зашла о наступлении армии Асада в районе Алеппо. Все группировки, которые орудуют там, по словам Лаврова, снабжаются по одному маршруту, из одной точки на территории Турции. Прямое нарушение резолюции ООН, которое запрещает любые поставки оружия террористам. Впрочем, американцы этого как будто не видят, зато активно критикуют действия сирийской армии. Насчет Алеппо. Джон сказал, что его тревожит, как он выразился, последние агрессивные действия правительства. Ну, если освобождение города, который заняли незаконные вооруженные формирования, можно квалифицировать как агрессия, ну, наверное. Но наступать на тех, кто завоевал твою землю, необходимо. Тем более, что это делали прежде всего Джабхат Ан-Нусра, а также в этом районе до сих пор западные пригороды Алеппо контролируются вместе с Джабхат Ан-Нусрой, Джейш Алисламом и Ахра Рашшамом. В этих условиях неизбежно страдают гражданские не только непосредственно от военных действий, людям не хватает самого необходимого — еды, лекарств. Накануне жители провинции Латакия уже получили гуманитарную помощь из России. О новых договоренностях подробно рассказал госсекретарь США. Во-первых, мы договорились ускорить и увеличить поставки гуманитарной помощи. Это решение вступает в силу немедленно, уже на этой неделе. В первую очередь, в районы, где самое тяжелое положение — в Дер-Эс-Зор, Эль-Фуа, Кефраю, осажденные пригороды Дамаска, Мадаю, Муадамию и другие районы, где люди страдают больше всего. Уже сегодня в Женеве соберется еще одна специальная рабочая группа. Она займется вопросами гуманитарной помощи. Отчитываться о проделанной работе будет раз в неделю. В Мюнхене, наконец, принято решение и о налаживании прямых контактов между военными коалицией, которую возглавляют США, и командованием Воздушно-космических сил России. Кто знает, возможно, после того, как военные начнут друг с другом общаться, прекратятся и разговоры о том, что Россия бомбит неправильных террористов. Наверное, нужно с этим заканчивать. И вместо того, чтобы друг друга показывать пальцем каждый раз, понятно, конечно, что у нас есть общий враг. И все озабоченности своим имиджем накануне очередных выборов или просто в связи с какими-то внутриполитическими событиями в той или иной стране нужно отложить в сторону. И заниматься не геополитическими играми, а решением проблемы, которая стала по-настоящему экзистенциальной для человеческой цивилизации. Чем дольше в Сирии продолжается гражданская война, тем лучше для террористов всех мастей. Именно войны и человеческие страдания делают их сильнее. Борьба с так называемым исламским государством, установление мира в Сирии, миграционный кризис. Все эти темы сегодня продолжат обсуждать в столице Баварии. Здесь открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Россию на ней представляет не только министр иностранных дел Сергей Лавров, но и глава правительства Дмитрий Медведев. И вам благой Дмитрий Волков, Роман Кудрин, Первый канал, Мюнхен.